Когда я читаю Библию, я часто удивляюсь, видя, как Господь Бог запланировал удивительные дела. И представляете, в Его плане есть вы и есть я. Это удивительный факт. Если бы люди знали бы это, тогда бы церковь не уменьшалась бы. И когда мы читаем Библию, нам бы не хотелось бы спать. Однако долгое время мы жили, не зная это истинно, и следовали за своими мыслями, за своим опытом. Библия удивительна еще тем, что эта книга ведет нас за пределы нашего мира, в мир Господа Бога. Вот что делает Библия. Господь Бог, когда создавал человека, Он создал сердце человеку. И то сердце, которое Господь Бог создал нам, оно делает, что независимо, кем вы являетесь, тогда, когда вы веруете в Слово Господа Бога, тогда мы становимся таким же, как Иисус Христос. Однако, люди хотят читать Библию, ведут духовную жизнь, но не могут испытать Господа Бога. Поэтому они спят на собрании, им неинтересно читать Библию. Знаете, среди слова в Библии есть такое слово. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Господь Бог послал Иисуса, и у Иисуса была воля Божия, но еще не пришел час Иисуса, чтобы Он мог трудиться. Тогда, подумайте, когда Иисус мог работать? Через служителей Иисус исполняет свой час. Когда мы читаем Библию, да, я не могу сидеть на месте. Даже эти служители приготовили время для Иисуса Христа и смогли помочь, чтобы Иисус свершил чудо. Мы ведь тоже хотим участвовать в Его деле. Как? Вот так, как написано в слове. Однако, хотя я являюсь никем, я хуже, чем любой из вас. Однако, Иисус Христос на моем семинаре, на моем общении, он действует. И я это увидел много-много раз. Множество раз я видел это. Знаете, в этот раз я был в Нью-Йорке. Мы планировали провести в Нью-Йорке форум христианских лидеров две недели. Однако, я читал газету Чоусан Ильбо, и там было написано, что есть вероятность, что президент США запретит въезд корейцев на территорию США. И поэтому служители сказали, пастор, может, вам нужно будет заранее поехать в США до того, как закроют границу. И поэтому я раньше, чем планировалось, поехал в США. Знаете, когда я прилетел в аэропорт, на самом деле, в тот день должен был объявить президент решение. и мой самолет садится в 10 часов дня и вышли с докладом в 8 часов или 9 часов и заместитель президента он выступал, но и до конца не было упомянуто, что запрещают въезд корейцев в США, потому что на тот момент уже многие страны закранили границу для корейцев, но США еще не закрыло. И мы были очень благодарны, что я мог благополучно добраться в США. И знаете, я никогда не был благодарен президенту Трампу, как в тот момент, потому что на тот момент уже многие страны закрыли границу для корейцев, потому что коронавирус в Корее очень сильно распространился, но я смог благополучно приехать в США. В аэропорту я думал, мне будут очень строго проверять. Мне начали спрашивать, скажите, с какой целью вы приехали? А, вот, я приехал на мероприятие, а где вы будете проживать? Я у сына буду проживать. А где сын живет? Я вот точно адрес не знаю, но вы можете посмотреть, у меня в конце паспорта адрес. И тогда меня легко пропустили. Знаете, когда я еду в Америку, на самом деле редко бывает, чтобы я ночевал у моего сына и хорошо повел, потому что всегда участвовал на мероприятии, но в этот раз я мог хорошо отдохнуть у моего сына. Невестка и мой сын очень тепло меня встретили. Знаете, я думаю, уже 20 лет знаю мою невестку, да, ей уже 47. я был так благодарен ей. Мы в Нью-Йорке собрались со служителями и были в Латинской Америке и потом общались с ними. И потом многие служители изменились и решили провести собрание для служителей. И раньше, если участвовали многие служители, то в этот раз мы же пригласили самых-самых старших руководителей разных ассоциаций церквей. И знаете, многие эпископы были удивлены нашим предложением. Не просто работаем, мы создаем час, когда Иисус может трудиться. Вечером, уже субботу вечером, хор Грачас выступал с концертом пасхальной кантатой. И нужно было два часа ехать от Нью-Йорка до того города, где проходил концерт. Мы посетили одну церковь. После концерта я передавал слово Евангелие. И тогда пастор этой церкви, он так был впечатлен, и он даже не знал, как себя вести. И потом он вышел после меня и слезами говорил, пастор, мы до сих пор говорили, что мы грешники, но теперь мы можем смело сказать, что мы не грешники. И братья, сестры и церкви тоже были очень сильно в восторге. Затем есть Ассамблея Бога, и самый главный руководитель Ассамблеи Бога по Латинской Америке, он позвонил мне, и потом оказалось, что он пришел с тем пастором, которым мы вчера проводили концерт. И оказывается, они были друзьями, с которым общались уже 40 лет. Этот служитель из Латинской Америки, он приехал специально в Нью-Йорк, чтобы со мной встретиться, и позвонил своему другу. И друг спрашивает, а ты по какому делу сюда прилетел? Я приехал, чтобы с пастором Пако встретиться. Что, что, ты приехал к пастору к Супаку? Так он же у нас вчера был, давай вместе пойдем. И так получилось, что они пришли ко мне. Они пришли, мы говорили про майн образование, и потом я передавал слово, и они были счастливы. И однажды я планировал поехать в республику Эль-Савадор, и началось это все по приглашению президента Эль-Савадора, и там очень сильно влияет католическая церковь, и поэтому протестантская церковь получает очень большое гонение. Но в Мексике же есть служители, которые очень хорошо дружат с пасторами в Эль-Савадоре и с ректорами. И один ректор решил дать мне звание почетного профессора, и он пригласил меня на семинар. Получив звание почетного доктора, мне сказали, что нужно будет читать лекцию. Я прочитал лекцию, и затем он говорит, знаете, мы до сих пор путали голову многих людей. Вы же так просто объясняйте Евангелие. Затем он позвонил президенту республики Эль-Савадор и сказал, чтобы президент встретился обязательно со мной. И таким образом мы должны были встретиться, но немножко перенесли эту встречу на июнь. Потом посол Эль-Савадора пришел ко мне. и он живет от 30 минут до нашей церкви Нью-Йорки и говорит, пастор, вы можете, пожалуйста, пообщаться с нашими сотрудниками нашего посольства в Нью-Йорке? и где-то 100 или 150 человек собралось. Они делают визу и вот, знаете, люди ждут. Чтобы одному помочь, нужно 10 минут. И консул говорит, что сейчас будет тренировка для сотрудников, ну и для посетителей посольства. и все внимательно слушали Слово. Затем на второй неделе я поехал в Атланту, Филадельфию, в Атланте, Вашингтоне и Филадельфии. В трех городах Господь Бог очень сильно благословил меня. Я каждый день общался со служителями, передавал Слово. Многие пастора, узнав, что я нахожусь в этих городах, они приехали и получили спасение. Знаете, мне казалось, что все это только снится мне. Мы видим, как Бог действует, но Иисус говорит, что мне и тебе жадно, еще не пришел час мой. Когда Мария услышала эти слова, говорится, делайте, что он вам скажет. и сейчас. Знаете, что говорит Иисус нам? Еще не пришел час мой. Почему не пришел? Потому что тело Иисуса Христа находится в небесах, а Дух Святой действует внутри нас. И если наше сердце будет по сердцу Иисуса Христа, тогда настанет час Иисуса Христа. Знаете, когда я смотрю пастор Ким Гизал, на самом деле его невозможно сравнить с нами. Он работал в тюрьме целый год. В каком теологическом школе будут назначать пастором через год? Особенно, когда в тюрьме сидят люди, которые совершили очень серьезное преступление. Те, которых пожизненно заключили один год, они слушали слово, и за год они изменились. Знаете, в тюрьме есть старшие. В каждой камере есть старшие. Есть старшие. И большинство случаев тех, которых приговорили пожизненно, они старшие. и это те люди, которых мучают заключенных. И что даже представить невозможно, как они их мучают. Люди, которые сидят в неволе, они немножко особенные. Если вот послушать историю охранников, знаете, один человек зашил себе глаза, и у него спрашивают, за что? Он говорит, просто не хочу тебя видеть. Их невозможно контролировать. такие люди мучают людей, которые пришли впервые в тюрьму. Потом такие люди становятся пасторами. И что они начали делать? Они начали передавать Евангелие заключенным в тюрьме. Знаете, можно сказать, что в тюрьме люди легко могут совершать преступления. Однако очень многие преступления совершаются в тюрьме. Но с большой скоростью начало уменьшаться преступления, совершаемые в этих заведениях. И знаете, не в одних местах, представляете, а в 40 местах проводят теологические школы. И то, что невозможно даже вообразить, сегодня происходит. Это те люди, которые, оказываясь на свободе, совершали преступления. Потом снова их сажали, потом их отпускали, потом они снова совершали преступления. Есть люди, которые через год возвращаются, кто-то через полгода, кто-то торопится очень, тогда утро выпускают, вечером уже снова арестовывают. Такие люди находятся в тюрьме. Но охранники, они сильно-сильно удивляются, видя, как заключенно меняются. Наш Иисус, Он нуждается в нас. Поэтому и сегодня Иисус говорит, еще не пришел час мой. Вот что говорит нам Иисус. А также, когда мы будем по воле Иисуса Христа, эти слуги в Кане Галилейском, что они сделали? Оставили свои мысли и последовали за Словом Иисуса Христа. Вот все, что они сделали. Это то, что они сделали. Они не учились каким-то технологиям или каким-то навыкам. Они просто следовали и делали то, что они всегда делали. Иисус сказал Марии, что мне и тебе жена еще не пришел час мой. в Библии Иисус и наше отношение. Иисус Христос находится в небесах, на земле же. Тело, которое может проявить Иисус Христа, это мы, братья, сестры. Поэтому, если наше сердце будет по сердцу Иисуса, тогда придет час Иисуса. И через таких глупых людей, как мы, Иисус будет действовать. Знаете, ребенка рождают женщины, но женщина сама не может родить ребенка. Нужно выйти замуж и получить семя от мужа. Через мужа женщина может родить ребенка. Однако, у мужчины же есть сила, которая может дать семя, но нет возможности родить ребенка. Поэтому, нужно, чтобы женщина получила семя от мужа и родила ребенка. И это удивительная связь. Знаете, я в церкви больше всего люблю смотреть, когда у наших сестер, знаете, уже живот вырос и находятся в положении. это процесс, когда мы проводим проведение Божие, и потому что рождается драгоценная жизнь. И это есть дело Иисуса Христа. Сегодня вечером я вошел в столовую и вижу одну сестру, да, и она тоже в положении. Я сказал, сестра, давайте помолимся. И стоя мы молились, я просил Господа, чтобы Бог дал хорошего здорового ребенка. И пожалуйста, помоги, чтобы ребенок мог благополучно родиться, и чтобы когда ребенок вырос, смог стать драгоценной слугой твоею. Я был очень благодарен Богу. Знаете, наши братья и сестры, они очень хорошие. Большинство людей сегодня рождают только одного или двух максимум. Нашим братьям и сестрам я всегда говорю, чтобы рожали как можно больше. Знаете, когда одного ребенка рождают, то женщина становится уже не женщиной, а мамой. А те, которые не могут родить, они будут просто женщинами, а те, которые родят ребенка, становятся мамой. И знаете, мама и женщина это очень разное. Можно сказать, самое прекрасное имя это мама. Когда одного ребенка рождает, знаете, женщина начинает трудиться для ребенка. Знаете, когда моя супруга родила дочь, я был удивлен ею, потому что она так любила свою нашу дочь и так заботилась о ней. Я был сам удивлен изменением моей супруги. Знаете, когда женщина рождает ребенка одного, второго, третьего, она меняется все больше и больше. И любовь переполняет их. И поэтому, если родить пятерых, тогда эта женщина уже почти станет святой женщиной. Настолько она будет прекрасной. Да, женщина рожает ребенка, но она сама не может родить. От мужа она должна получить семя, чтобы родить ребенка. Мужчина же, знаете, что говорит? Здесь нет сына, это значит, еще не пришел час мой. Другими словами. Нет невесты, чтобы родить ребенка. Если есть жена, тогда сможет родить ребенка. То же самое Иисус говорит об этом, что Иисус есть наш жених, а мы невесты его. Через нас мы можем увидеть деяние Иисуса Христа, а Иисус может действовать через нас. Как? Через духовную свадьбу. Когда мы веруем Слово Иисуса Христа и принимаем верою, тогда Слово Иисуса Христа входит в нас и дает плоды драгоценные. Знаете, это очень прекрасное. Женщина, знаете, если очень умная, она не может родить ребенка. Почему? Потому что она слишком занята. Но для женщины самое прекрасное, если в этом мире 50 лет никто не может рожать. Знаете, что будет с этой планетой? Тогда никто не останется в этом мире. И это очень удивительное, то, что Бог сделал. Когда мы читаем Библию, Иисус Христос, Он сам не может трудиться. Он говорит, что не пришел час, с другими словами, должен прийти его час. И потом в Библии есть, что Господь Бог хочет работать через нас. Мы должны быть, чтобы передавать Евангелие, чтобы Бог мог трудиться через нас. Мы же драгоценные существа Божьи, которые создают час Божий. Настолько мы стали драгоценным творением. Из-за того, что люди не знают этой истины, говорят, ой, смысл идти в церковь, ведь там хочется спать. Моя супруга, когда родила ребенка, она так сильно переменилась. Раньше она когда ложилась спать, ни в коем случае не вставала. Когда я смотрю, когда она стала мамой, она уже утром встает раньше всех и меняет белье для ребенка. Я думал, как такая женщина, которая любила спать, смогла измениться. самые-самые ленивые женщины, если они станут мамами, вы не представляете, насколько они станут активными. И они всей любовью будут заботиться о своем ребенке. Господь Бог через такого человека, как я, хочет совершать дела Иисуса. Да, Иисус не может прийти на планету, чтобы передавать слово. Иисуса нет сейчас, но через нас Он совершает это дело. И это подобно тому, как мужчина и женщина соединяются и рождают ребенка. Знаете, мы являемся невестами Иисуса Христа, и поэтому, может быть, физически мы не можем родить 500 человек, тысяч человек, однако, мы можем передавать Евангелие, и сердцем Иисуса Христа мы можем передавать это драгоценное слово, и тогда получим плоды Иисуса Христа. И эти плоды проявятся через нашу жизнь, подобно тому, как женщина рожает ребенка, получив семя от мужа. слуги, они просто находились в доме. Однако, Иисус сказал Марии, что он сказал? Еще не пришел час мой. Ага, и Мария поняла значение этих слов, и она пошла к служителям и говорит, что он вам скажет, то сделайте. И тогда настанет час Иисуса. Дорогие братья и сестры, знаете, пока я служил, я часто общаюсь с служителями, наставляю их и даю им совет. Сегодня супруги от них пришли ко мне и общались со мной. Но если послушать слова жены, то в ее словах нет Иисуса. Когда я служил Бог, Бог так делал, так делал, Иисус так делал. Сегодня пастор Кимикитин вышел перед нами и свидетельствовал, как передавал Евангелие в тюрьме. Проблема заключается в том, что в тех тюрьмах, где открылись теологические школы через пастор Кимикитин Сонга, знаете, на 30% преступность, которая совершалась в этих тюрьмах, уменьшилась. Представляете, это огромные показатели. Да, часто так бывает, что в тюрьме в заключении живут как попало и начинают очень-очень себя нагло вести. Но все это исчезло. И это не просто теория, а через свидетельство, как Господь Бог действует через пастор Кимикитин Сонга, мы все удивляемся. Я тоже 10 лет работал воспитателем в тюрьме и в 5 лет в тюрьме города Сон, и 5 лет в тюрьме города Тэчон. И все заключенные, с которыми я встречался, это были люди, которых приговорились за серьезные преступления. Знаете, через такого, как я, эти заключенные менялись, потом из них появились служители, начали отдавать свою жизнь Богу. Проблема в том, что женщина, если получит семя от мужа, то само собой появится ребенок. В Библии написано, как возрожденные не от тлинного семени, но от нетлинного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Мы являемся невестами Иисуса Христа, поэтому мы должны принимать семя от Иисуса Христа. И тогда, когда мы веруем в это, когда мы принимаем Слово Иисуса Христа, тогда у нас будет то же сердце, как у Иисуса Христа. Знаете, я долгое время ходил в церковь, но я всегда считал, что я грешник. Почему? Потому что я каждый день совершал грех, поэтому я считал, что я грешник. Но однажды в Библии во многих местах я увидел, что Библия говорит, что я оправдан. Особенно в Кремле на 3 главе 23 стихе и 24 стихе написано. 23 стих говорит, ибо потому что все согрешили и лишены славы Божией. Другими словами, мы грешники. На 24 стихе написано, получая правдание и даром побладать Его искуплением во Христе Иисусе. То есть, говорит, что мы оправданы, получая оправдание. Бог дал нам оправдание, поэтому мы стали оправданными. Как грешник становится праведным? Да, я всегда считал, что я грешник. Я всегда считал себя грешником. Брат Чимунгсап, знаете, когда мы с ним общались, он так любил пить корейскую водку. Каждый день выпивал под 10 бутылок. я поехал в город Чинчжу проводить концерт торжественского кантата и потом возвращался домой. И братья и сестры Хапчонской церкви пригласили меня. Раньше я жил в Аггуктонге и рядом находился город Хапчон. Я помню, тогда люди из города Хапчон говорили, как появилось название. Одна невестка жила с свекровью и она положила в рот порошок один и хотела запить водой. И перед тем, как успела залить рот водой, невестка услышала вопрос от свекрови. Как? Из какого ты города? А она хотела сказать из Хапчона, а слово ХА выпускает воздух. И поэтому, когда она сказала Хапчон, представляете, она подавилась, говорят. Есть такая поговорка. Ну, мне кажется, это придумали, эту историю. Но наш Иисус Христос говорит, не достал час мой. Что это значит? То, что нет вина, это не проблема, потому что у Иисуса есть сила, чтобы решить эту ситуацию. Однако, когда слово Иисуса войдет в мое сердце, тогда слово соединит мое сердце с сердцем Иисуса Христа. И когда слово Иисуса входит в мое сердце, у нас будет единое сердце. Если женщина не примет семя от мужа, тогда не сможет родить ребенка. То же самое. Слово является семя. И когда я принимаю это семя, с того момента мы становимся едиными с Иисусом Христом. Знаете, я много грешил. Я считал, что я точно грешник. В Кремле на 3 главе 23 стихе я увидел, что, оказывается, я не грешник. Хотя я согрешил, но искуплением во Христе Иисусе, получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе написано. Тогда до сих пор то, что я считал грешником, оказывается, это неправда. Оказалось, что я не прав. Хотя я считал, что-то правильно. Ага, значит, мои мысли были неверными. Проблема заключается в том, что Иисус говорит, что Он оправдал нас, а мы говорим, что мы грешники. Поэтому наше сердце отличается от сердца Иисуса. когда жена принимает семя от мужа. Она, если не получит семя, тогда она не сможет стать мамой. То же самое. Когда слуги услышали от Марии слова, которые говорят, что все, что Он скажет, то сделайте. Что это значит? Неважно. Даже если ваши мысли отличаются от слова Иисуса, все равно вы сделаете все, что Он скажет. И тогда будет одно тело. И тогда происходит деяние. Что я говорю, что я грешник? Это были мои мысли. А Иисус говорит, что Он оправдал меня. Значит, я оправдан. Я считаю, что я грешу, и поэтому я грешник. Однако, если Иисус говорит, что Он оправдал меня, значит, Он оправдал меня. Да, точно я грешник в моих глазах. Сто процентов я грешник. Но, хотя мне кажется, что я грешник, если есть Слово Божие, мы посмотрим, там написано, что кровью Иисуса Христа мы стали оправданными. Значит, я оправдан. Тогда надо просто поверить, и мы можем иметь это дерзновение и стоять перед Господом Богом. И у нас будет одно сердце. Мы должны принимать наше Слово Господа Бога в сердце Божие и оставляем наше сердце. Правильно? Кстати, среди служителей есть те, которые оставляют драгоценное служение. Если с ними пообщаться, они имеют больше свои мысли, чем Слово Господа Бога. Многие люди читают Библию. Когда читают Библию, они или погибли, они говорят, что его кровью мы получили искупление. или «О дивный день, о дивный час, когда Христос очистил весь мой грех». Они поют гимны с такими словами. Если эти слова войдут в наше сердце, тогда мы поймем, что наш грех полностью уже омыт. И тогда мы будем говорить, что наш грех омыт, и бы наше сердце стало белее снега. Но если мы продолжаем говорить грешники, тогда это значит, что мы не верим в Слово. Если женщина не примет семя от мужа, тогда не сможет родить ребенка. То же самое. Слово является семенем. Если Слово Иисуса Христа войдет в мое сердце, тогда у меня будет одно сердце с Иисусом, как супруги становятся едиными. И тогда все, что происходит во мне, это уже не через меня происходит, а Иисус Христос совершает через меня. И это удивительно. Знаете, во второй главе Евангелия Диана это первое чудо, которое совершил в Кане Галилейском. И первое, что Иисус Христос сделал, это он через людей, которые были по сердцу Иисуса Христа, он начал совершать чудо. Вот что показывает нам Библия. Знаете, сейчас из-за коронавируса не просто всем. Сейчас у нас большой зал, и я один стою за кафедрой, передаю слово. И такие мысли приходят, может, вознесение было, куда же все пропали. Но знаете, Господь Бог заранее приготовил, как будто Он знал, что достанет такой день, и поэтому через интернет мы можем передавать слово, и каждый сидит дома перед экраном и может слушать слово. Знаете, нашим братьям и сестрам так сегодня нравится. Они приходят к знакомым, открывают компьютер и слушают вместе слово. И они веруют в Иисуса Христа. Рано утром, когда мы собираемся, уже два раза больше стало людей, которые слушают по утрам слово, потому что слушаем слово через интернет. Братьям издалека трудно ехать на машине, или есть люди, которые не имеют автомобиля, поэтому не могут приехать. Однако, знаете, если сын открывает компьютер и включает слово, тогда слушают вместе слово. и многие люди начинают слушать слово по утрам. И, знаете, братья, которые отвечают за пожертвования, они говорят, что через интернет еще больше начали братья и сестры жертвовать, чем обычно. И написали банковские реквизиты, и братья и сестры намного больше пожертвовали, чем обычные дни. Господь Бог сделал все пути, чтобы трудиться. И сегодня, неважно, кем вы являетесь, не только братья и сестры Гагнамской церкви, не только братья и сестры Миссии Гуниус, но у всех людей этой планеты Бог хочет трудиться. Поэтому сами должны создать семя, а мы должны принять семя от мужа, и когда мы принимаем как свое, тогда происходит это удивительное дьяние. То же самое, когда мы принимаем Слово Иисуса Христа, тогда ясно мы можем видеть Его дьяние. Вот о чем показывает эта история нам. И вы не представляете, как это удивительно. Когда мне было 19 лет, до 19 лет, к сожалению, в Корее большинство церквей, хотя поет о том, что удивный день, удивный час, когда Христос очистил мой грех, однако все царь остаются грешниками. Они говорят, давайте помолимся, и говорят, Господь, прости мой грех. Тогда задается вопрос, зачем тогда веришь в Иисуса, если ты не сможешь попасть в царство небесное? Они говорят, поживем, увидим. 20-30 лет верят в Иисуса Христа, но остаются грешниками. 60 лет проходят, но все равно они не получили прощения грехов, хотя верят в Иисуса. Почему так происходит? Потому что они верят в Слово, которое Господь Бог говорит, что «Я простил же ваш грех». Они смотрят на себя и видят, что они согрешили. И их мысли заполнены о том, что я грешник. Брат Шимонгсов из города Хапчон. Знаете, мы с ним начали беседовать. Когда я приехал к ним в церковь, братья и сестры, в 12 часов вечера они собрались, и мы общались через Слово, и мы получили большую милость каждый из нас. После общения одна сестра подошла ко мне и со слезами она сказала, «Пастор, я больше не могу жить». И сестра говорит, «Знаете, я вот возвращаюсь после работы домой, и больше всего мне тяжело. Мой муж, он выпивает по 10 бутылок в день или по 14 бутылок в день. И утро у него начинается с того, что он выпивает две бутылки корейской водки. когда я вышел замуж, да, одно время было хорошо, но спустя три года 20 лет мой муж пьет. После работы я возвращаюсь и бутылки лежат и в спальне, и в гостиной, и убирать эти бутылки я уже не могу. Я больше не могу так жить». Я сказал, «Сестра, вы не мне об этом говорите, вы завтра приведите вашего мужа и давайте поговорим с ним». И когда мужа привели, он уже был немножко выпивший и от него идет запах алкоголя. Я сказал, «Брат, вы получили прощение грехов?» Он говорит, «Да». И к Евреям 10 глава 10 стих, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Я спрашиваю, «Вы освящены?» Он говорит, «Да». «Вы совершены?» Он говорит, «Нет, я же пью». Я сказал, «А в Библии как написано?» «В Библии написано совершенной». «В Библии говорит, что вы совершенной, а вы считаете, что я несовершенный». Тогда ваши мысли и слово Библии отличаются. Я спереспросил, «Ваши мысли правильны? Или же Библия?» Он говорит, «Библия». «Тогда надо же верить в Библию». «Даже если бы духовная жизнь хорошая, даже если бы много сделали доброго, но то, что отличается от слова, оно неправда. Оно неправильное, если отличается от слова. Неважно, как вы считаете, если от слова Библия отличается, это все неправильное. Библии говорится о том, что ты сделал совершенным, что ты освящен, а ты же говоришь, что не так. Ты прав, или же слово Библии правильно? Он говорит, Библия. Тогда ты свят? Он говорит, нет, я не свят. Но смотри, Библия точно нам говорит, ответ, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Не освящаемые станут совершенными, а Он сделает. Он сделал нас совершенными и нас освятил. Смотри Библию. Вот так говорит нам слово. В твоих мыслях может ты грешник, но слово говорит, что Он оправдал тебя и сделал совершенными. Тогда ты прав или слово Библии праведно. Мы долго-долго с Ним беседовали об этом. И после продолжительного общения, где-то 20 минут наверное мы общались через этот стих, и потом он сказал, я свят и я совершенный. Дорогие братья и сестры, послушайте, с того момента этот брат, который если открывает глаза, он начинает выпивать, ну, с того дня он перестал думать об алкоголе. Порой бывает, что когда он попадает под искушение и идет выпивает, и идет город Хапчон и выпьет, два раза где-то было подобное, но сейчас же он полностью перестал пить. Сейчас он служит Богу в городе Чиньон, почему так произошло? Этот брат, он всегда думал, что поскольку я пью, поскольку я алкоголик, поэтому я несовершенный. Но хотя я пью, хотя я алкоголик, однако чем мои мысли, ведь слово Божие праведнее. Бог сказал, что он сделал меня совершенным, он говорит, что я правдан. Если он говорит, что я правда, значит я правда. И просто он поверил в это слово. когда он поверил в это слово, тогда не только слова вошли в его сердце, но и сердце Господа Бога, который говорит, что он вошло и он стал совершенным. Когда он служил помощником, служителем города Пунда, он находился рядом с пастором Панганчжо, и знаете, пастор Панганчжо, он говорит мне, пастор Панганчжо, вы знаете, братчик Мусума такой интересный, потому что когда он говорит, он говорит несвязанные слова, но многие люди меняются через его слово. Бывшие бандиты, хулиганы, они так хорошо слушаются брата Сима. У него есть удивительная сила. Знаете, это было удивительно. Если посмотреть Евангелие Адьона 2 главу, в Библии написано, Иисус говорит, что мне и тебе? Еще не пришел час мой. Да. однако Мария же, услышав эти слова, она говорит, что Он скажет вам, то сделайте. Когда будет одно сердце с Иисусом, когда женщина станет единым с мужем, сможет получить семя, то же самое, когда у нас будет одно сердце с Иисусом, то сердце, которого у меня не было, войдет ко мне. И когда мое сердце станет единым сердцем Иисуса Христа, тогда я, который любил грешить, который любил воровать, который любил обманывать, такой я, поскольку много грешил, я считал, что я грешник, я 100% грешник, я считал, и говорил, что я грешник. Но когда я читал Библию, Библия говорит, Иисус говорит совсем иначе. Он говорит, что вы получили оправдание. Говорит, что вы получили оправдание. И говорится, что Он отдан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Кремлина 4 глава 25 стих. Иисус Христос говорит мне, что я оправдан, что Он воскрес для оправдания нашего. Да, когда я смотрю, я плохо знаю, но одно, что я точно знаю, это то, что Слово Иисуса, оно точнее, чем мои мысли. Если Иисус так говорит, значит, это так и есть. И поэтому я просто верую в Слово Иисуса Христа. И с того момента начинает проявляться сила Иисуса Христа в моей жизни. Знаете, не я стараюсь стать праведным, а когда верую, что я стал праведным, тогда это Слово начинает действовать во мне. Женщина не должна стараться, чтобы родить ребенка, нужно просто принять семя от мужа. И тогда начинается процесс становления матерью. Тоже одинаковый процесс. И это удивительно. Я не представляю, как благодарен Богу. Эту благодарность не могу описать словами. И это любовь Иисуса Христа, сила Иисуса Христа, благодать Иисуса Христа. Как входит в наше сердце? Слово Иисуса Христа просто входит в наше сердце, не меняется. И как оно есть, заходит в наше сердце. И поэтому слуги, когда услышали слово Марии, которая сказала, что он вам скажет, то сделайте. Тогда эти служители, они просто сделали по слову Иисуса. Тогда их сердца стали единым сердцем Иисуса. Сердце Иисуса начало перетекать в их сердца. И начало происходить удивительное деяние. Знаете, так люди должны меняться. Но они хотят усердно трудиться. Они хотят не грешить и стать святыми. Они хотят жить праведной жизнью. Но как мы, люди, можем жить такой жизнью? Однако, Иисус, написано, Он одним приношением навсегда сделал совершенно освящаемый. Когда брат поверил в это слово, «А, я ведь очищен кровью Иисуса Христа, значит, я свят, значит, я совершенен». И когда он поверил в это слово, тогда, неважно, какой этот человек, через него Иисус Христос начинает проявлять свои плоды. И это удивительно. Когда мы читаем Библию, я так благодарен Богу за Библию, потому что Господь Бог показывает, что то, что происходит в нашей жизни, это удивительное. Мы веруем в Иисуса Христа. И кроме Иисуса нет другого способа. Многие служители во время служения испытывают трудности, и у них есть одна общая черта. Это то, что они не принимают Слово Иисуса Христа, которое не подходит их логике. Почему? Потому что мы часто принимаем только те вещи, которые нам понятны. А то, что Иисусу подходит, нам не подходит. И часто мы не должны оставлять мысль Иисуса Христа и принимать только Своё. А мы должны принимать Слово Иисуса Христа, как оно есть. И тогда мы будем единым сердцем с Иисусом Христом, и Иисус будет проявлять Свою силу через нас. Братче Йоанна, когда ужалил Скорпион, и он умирал. Да, я сказал, братче, Йоанн, послушай. Послушай внимательно меня. В Библии написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Я читал Слово в Исаии. 66 книг Библии – это и есть Слово Иисуса Христа. Иисус Христос ни в коем случае не обманывает. Чтобы победить Дед Скорпиона, тебе нужна новая сила. И в Библии написано, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. И тебя ужалил Скорпион, и ты умираешь. Попробуй надеяться на Господа Бога, тогда Бог обновит твою силу. И ты сможешь победить Дед Скорпиона. Врачи говорили, что он сможет прожить максимум два часа. Йоанн тоже считал, что он умрет. Но в тот день, когда он услышал Слово это, Господь Бог, я надеюсь на Тебя. Пожалуйста, дай новую силу мне. И тогда в его сердце появилась вера, что, а, я смогу выжить, если Бог обновит мою силу. И, интересно, брат уснул. И до утра медсестра, которая смотрела за больными, проснулась рано утро, зашла в палату и вспомнила, «А, да, кстати, что с этим молодым человеком, которого вчера привезли? Наверное, он уже умер». Но, интересно, давление Йоанна начало подниматься. Медсестра удивилась и закричала, «Врач, врач, здесь чудо произошло! Подойдите, его давление стало нормальным!» Знаете, врач прибежал и видит, что давление стало нормальным, и спрашивает, «Что ты сделала?» Как его давление стало нормальным? Тогда медсестра сказал, «Я ничего не делала!» Брат утром проснулся, и у него спрашивают, «Как с тобой? Все нормально?» Он говорит, «Да, что такое?» «Ты хоть знаешь, что было вчера?» «Калл и Мача вышли от тебя, и я привез тебя в больницу». Он стал чисто здоровым. Знаете, наши сердца отличаются от сердца Господа Бога. Бог сказал, «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Поэтому, хотя мои мысли отличаются от мыслей Господа Бога, но не мои мысли праведными, а слово Господа Бога праведное. Однако мы часто обманываемся и следуем за своими мыслями. Но это есть проклятие. Поэтому, тогда, когда наши мысли будут такими же, как мысли Господа Бога, тогда Бог будет действовать через нас. Самая большая проблема, что эти слуги думали о том, что не хватает вина, и они подумали, «Это же вода! Какое это вино?» Да, этими мыслями были заполнены головы служителей. Однако Иисус говорит, «Это вино! Подчеркните и отнесите распорядителю пира». Когда Иисус сказал эти слова, хотя это кажется невозможным, хотя это точно вода, но служители же оставили свои мысли, и они точно знали, что их мысли неправедны. Даже если они были уверены, «Нет, все равно мои мысли неправедны». Если Иисус говорит, что это вино, значит, это вино. И они оставили себя, свои мысли, оставили мысль, которая говорит, что это вода, и приняли Слово Иисуса Христа. И с того момента произошло удивительное дяне Господа Бога. И это есть время Иисуса. Часто, когда мы делаем дела Божьи, мы часто задаемся вопросом, «Это действительно возможно ли?» Однако это всего лишь наши мысли говорят, что невозможно. Если Бог говорит, что возможно, значит, возможно. Мы, многие братья и сестры, часто следуют за своими мыслями, а не за Словом Иисуса Христа. До сих пор мы ведь жили, следуя за своими мыслями, когда мы оставляем наши мысли и принимаем Слово Иисуса Христа. Да, я точно грешник, хотя я грешник. Однако, Иисус говорит, что я праведник. Тогда я должен сказать, что я праведник. Тогда сердце Иисуса Христа входит в мое сердце и дает драгоценные плоды и совершает удивительное деяние. Дорогие братья и сестры, Господь Бог дает нам маленькие и большие трудности и дает испытания, но когда мы веруем в Слово Иисуса Христа, то уже все мои проблемы становятся проблемами Иисуса Христа. И Иисус начинает действовать из-за коронавируса. Я думаю, что многие испытывают страхи и трудности, но именно в это время давайте не будем следовать за нашими мыслями, за нашим опытом. Оставим наши мысли. И хотя, может быть, мои мысли отличаются, но поверим в Слово Иисуса Христа, что Он прав. Да, я точно много согрешил, однако же, если Иисус говорит, что оправдал меня, значит, я оправдан. И чем мои мысли, Слово Иисуса, они весомые. И тогда, когда вы оставите ваши мысли, тогда вы будете по сердцу Господа Бога, и Иисус будет действовать через вас. И мы будем создавать час для Иисуса Христа. И мы сможем жить жизнью, которая будет радовать Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, да, сейчас непростое время, но давайте мы оставим все наши мысли, мысли, которые говорили, что я грешник. Да, я вроде бы грешник, но в Библии же не только в Кремле нам в 3 главе 23-24 стихе, но и 1 Коринфянам 6 главе 17-го и Хевриям 10 главе 10-го стихе, Исаии 44-го главе 22-го стихе. Во многих местах Писания говорится, что Господь Бог очистил чистейшим образом наш грех, поэтому мы не грешники. Давайте оставим наши мысли и примем Слово Иисуса Христа. И тогда не только вопрос греха, но во всем, когда мы будем принимать Слово Иисуса Христа, тогда вы будете не теми, которые живут за своими мыслями, следуя, но вы будете те, которые живут по Слову Иисуса Христа. И мы стали единым Иисусом Христом, и Бог будет в данном моменте сильно действовать среди тех, которые трудятся в нашей миссии, есть те, которые уходят. Но, знаете, все до единого это те, которые ушли и следовали за своими мыслями. И те же, которые принимают Слово Иисуса Христа, Бог всегда проявляет Своё деяние. И сейчас наш Господь Бог хочет действовать через вас, которые слушают это Слово. Да, мы должны молиться, мы должны евангелизировать, но самое важное это принимать каждое Слово. Не только то, что мне подходит, но и даже то, что мне не подходит. Мы принимаем, оставляя свои мысли, и тогда мы сможем совершать волю Господа Бога. И Господь Бог сделает, чтобы мы могли совершить Его дела. Я долгое время видел, как Иисус Христос действует через такого слабого человека, как я. Не потому, что я особенный, а потому, что я оставил свои мысли. И даже если Слово Иисуса Христа порой не подходит моему представлению, мы принимаем Его Слово. Сейчас из-за коронавируса мы находимся в непростой ситуации, но давайте примем Иисуса Христа, и тогда я верю, что Иисус Христос будет давать свою радость и будет проявлять свою силу. И слава Божия будет с каждым из вас. Иисус Христос